Давайте посмотрим, как выглядит работа с бизнес-процессами для пользователей BITX24. Запущу бизнес-процесс по загруженному нам ранее файлику «Бизнес-процессы». Пусть это будет простое утверждение голосования. Система нам выдает некоторое описание, что будет происходить, что нам нужно указать сотрудников, которые будут голосовать за документ, и будет выбран документ большинством. Если большинство проголосует, будет считаться, что голосование у нас прошло успешно. Давайте я укажу двух здесь сотрудников и запущу. Посмотрим под первым сотрудником. Что у нас здесь? У нас есть раздел «Бизнес-процессы» BITX24. Здесь появляются все те задания, которые выдаются конкретному сотруднику по конкретному бизнес-процессу. Мы видим, что у нас есть счетчик, единичка горит. Что идет нам сейчас? Задание. Поголосуйте, пожалуйста, за документ. Есть короткое описание, кто автор документа, что необходимо сделать. Интересная визуализация, что тот, кто запустил сейчас бизнес-процесс, и кому он передан? Двум сотрудникам. В общем, это довольно-таки хороший, понятный, наглядный интерфейс. Давайте приступим. Что мы здесь увидим? Мы можем перейти к документу. Документ, договор, владелец. Видимо, я могу здесь же открыть и посмотреть сразу. У меня в документе не так много букв, просто написано одно слово. Договор, в общем, могу с ним здесь ознакомиться и выдать по результату какое-то свое мнение. Голосую я за него или же я его отклоняю. Ну, что? Собственно, с документом все в целом окей. Да, я его утвердил. Задание ушло. И вот так выглядит простой интерфейс для пользователя, который работает с поступлением каких-то задач по запущенным бизнес-процессам. Если мы откроем портал под вторым пользователем, мы точно так же перейдем в раздел «Бизнес-процессы». Также у нас здесь будет стоять задание. Приступим. Не буду уже открывать документ. Укажу коротко, что ок. Вернемся к диску под тем пользователем, которым я загружал документы и запускал бизнес-процесс. Давайте я покажу, где можно будет найти, собственно, историю бизнес-процессов по документу. Да, если мы посмотрим на него подробнее, есть еще «Бизнес-процессы». Мы видим, что было простое утверждение или голосование, был запущен такой бизнес-процесс, что его текущий статус утвержден, что можно посмотреть в журнале, даже, собственно, всю цепочку, которая происходила. Давайте посмотрим на запущенный мой бизнес-процесс не с точки зрения пользователя, а с точки зрения разработчика. Где же он и на что это вообще похоже. Перейдем в раздел «Бизнес-процессы». Здесь нам доступны, так называемые, шаблоны бизнес-процессов. Да, и вот наш бизнес-процесс, который мы запускали. Простое утверждение голосования. Перейдем в него. Вот так выглядит бизнес-процесс для разработчика. Мы с вами открыли дизайнер бизнес-процессов. Да, мы видим, по сути, такую визуализацию алгоритма. Нам доступны, так называемые, действия. То есть каждый здесь кубик, кирпичик, элемент, можно назвать как угодно. Это называется действие. Или activity, да, если его называть там по-английски, так иногда тоже его называют специалисты, которые работают с BITX24. Действие или activity. Из этих раз таких действий и складывается та цепочка, которую мы реализуем для того или иного процесса. Более подробно про все эти элементы мы с вами поговорим дальше.